Как оказалось, для войны не всегда нужны патроны. Порой достаточно лишь слов. Они оставляют в сердцах людей зияющие раны, которые не заживают спустя недели и месяцы. Информационная гибридная война. Синонимов можно подобрать много, но смысл в одном – использовать любое оружие, чтобы добиться своих целей. И сегодня Беларусь оказалась в прямом смысле на линии фронта, словесного фронта. Белорусские военнослужащие не принимают участие в спецоперации, проводимой Российской Федерацией на территории Украины. Об этом неоднократно заявлял главнокомандующий и высшие должностные лица страны. Но определенная категория людей не слышит или не хочет слышать. Причем я говорю не о соотечественниках, а о тех гражданах, которые сидят далеко за пределами Синеокой и развязывают настоящую бойню за разумы белорусов. Сейчас поясню. Уже больше месяца на белорусских военнослужащих, их жены, родителей, близких идет мощное давление. Чтобы не разглагольствовать, я систематизирую информацию. Угрозы военнослужащим и их родным. Электронные и бумажные письма должностным лицам Министерства обороны и командирам соединений и воинских частей с призывами не участвовать в спецоперации. Призывы белорусских военных пополнить ряды вооруженных сил Украины на добровольной основе. Звонки, СМС-сообщения на личные телефоны. Огромный поток рекламы в интернете, нацелены на определенную категорию силовиков. Постоянный дианон белорусских военнослужащих. Звонки и электронные письма с призывами предоставить информацию о якобы преступлениях российской армии в Украине. Фейковые повестки призывникам. Каждый из этих пунктов подтверждается фото, видео, аудио материалами. Часть из них вы можете сейчас увидеть на экранах. Беспрецедентное давление на белорусскую армию. А факт звонков и отправки сообщений матерям и женам военных якобы грамотный ход нанести удар по самой уязвимой аудитории. Напуганные родители обрывают трубки военкоматов и воинских частей, чтобы узнать, что их сыновья на месте, а не на войне. Так кто же пишет и звонит нашим военным? Представители вооруженных сил Украины? Да, там есть их номера. Много. А еще телефонные коды Сирии, Гренландии, Дании, США и других европейских стран. Они тоже переживают за белорусских военных? Вряд ли. Создается впечатление, будто кто-то пытается всеми силами втянуть белорусов в этот конфликт. Ведь если вам что-то настойчиво показывают, значит это кому-то очень нужно. Я же в ответ уверю всех, кто переживает за белорусскую армию. Наши военные занимаются плановой боевой подготовкой. На директрисах оттачивают свое мастерство танкисты и мотострелки. На полигонах во всех уголках страны полевые выходы артиллеристов, занятия десантников и связистов. И конечно же усиление государственной границы. Этот вопрос на ежедневной повестке дня военного ведомства. Офицеры и солдаты обеспечивают неприкосновенность рубежей. Под усиленную охрану взяты особо важные объекты, мосты, переправы, железнодорожные пути. В воздушном пространстве усиленным составом работают соединения и воинские части ВВС и войск ПВО. Цель – предотвращение возможных провокаций и недопущение проникновения на территорию нашей страны диверсионно-разведывательных групп, оружия и боеприпасов. И все. Других целей у белорусской армии нет и не планируется. Главная задача белорусской армии, чтобы пули не полетели в спины наших солдат. Но, как мы уже говорили, белорусская армия умеет держать порох сухим. А вот в информационной войне оружие за спину мы прятать больше не будем. И пусть Беларусь как миротворческая площадка Запад очень сильно не устраивает, мы напомним, что это наш президент инициировал переговоры, усадил стороны за стол в Беларуси. И не раз повторял, мы сделаем все ради людей. Ради того, чтобы три славянских сестры – Беларусь, Россия и Украина – эту ситуацию решили. И мы свое слово скажем.